всем привет сегодня мы отправляемся в ближайшем пруду за тростником всем привет сегодня мы поговорим о том что можно сделать из тростника и этот материал вообще очень нравится он такой что хочешь можно много чего здесь сделать его свойства такие наподобие бамбука ну немножко конечно более хрупкий ну что сегодня как раз я снимаю видео о том как делается из него дудочка из тростника но еще называют ее удочка пана великлы в русских странах латинонской америки это сам пони и в греции сирин x в честь нимфы вот значит для этого нам нужно нарезать тростника желательно чтобы все тростинки были приблизительно одного диаметра что кстати очень сложно сейчас придется мучиться резать выбирать и приблизительно вы все знаете тростник это и состоит из сегментов таких вот и нужно конечно выбирать чтобы эти сегменты были привезти на одной длины для чего потом объясню. Но еще из тростника я собираюсь сделать, наделать каламов. Но калам это такой пишущий инструмент наподобие пера. И изготовляется приблизительно таким же способом. То есть кончик тростникового сегмента, палочки, срезается так, чтобы там был острый конец. И в чем фишка? Там еще нужно делать такую прорезь. В этом сложность. И чаще всего при этом, когда делается эта прорезь, сам тростник ломается. Поэтому нужно нарезать нам очень много тростников. Боярышник. Так. Вот мы пришли. Именно в эту пору тростник, который нам нужен. Попробуем ножом. И как вам может быть абсолютно разной толщины. Вот. Какой тоненький. Вот потолще. Его мы тоже срежем. Так. Еще что важно. Вот надо выбирать, чтобы они были вот эти сегменты. Видите? Перепоночкой такой разделялся. Чтобы сама вот эта палочка, тростинка была как можно ровнее. Для музыкального инструмента это особенно важно. Для калама тоже важно, но не столь. Так. Что? Видите? Выгибается, как некоторые. Вот это нам не подходит. Нужно присматривать именно поровнее. Потом будем все равно их разрезать. Именно по перепонкам. Так. Погода сыроватая. Поэтому придется мне все-таки эти тростники потом сушить. Ну и вам тоже, если бы в такую же погоду решили. У нас просто долго шли дожди. Поэтому все сейчас сырое. Все сырое. А калам должен быть сухой такой. Тогда он, когда высыкает, он такой. Поэтому трубочки вот такие прям звонкие, когда в них дуешь. Видите? Он уже звучит. Действительно материал очень интересный. Посмотрите сколько я уже собрал. Но поверьте. Ой. Поверьте. Это очень мало. На самом деле, когда при изготовлении. Мы сейчас только начнем их сортировать. Уже кое-что отсеется. При изготовлении он ломается, трескается. Поэтому очень много идет в брак. Так что это нормально. Что материал не такой непредсказуемый. Поэтому найти нужные сегменты очень бывает кропотливая работа. Так. Не у всех хватит терпения. Ну, чтобы домой не тащить кучу мусора, вот надо сразу облучить вот эту защитную, так скажем, пивовину. Вот это надо все нам облучить. Ну, а если вы живете в своем доме, можете принести все вместе. Там обчистить и очистки пойдут в печь. Еще хочу обратить ваше внимание. Вот это вот срезал. Она уже считается сухая. Ну, конечно, слегка есть влажность. Но сама она уже, естественно, высохла. А вот эта попалась еще немножко сыроватой. Поэтому сушиться она будет намного дольше. И если из нее делать удочку, то излучание будет немножко другое. Это я уже на собственном пути проверял. Поэтому как-то надо их сортировать. То есть, чтобы сухие, уже такие высушенные, естественно, путем, то есть в природе она уже была сухая, ее нужно отдельно. А зелененькие такие. Отдельно сушить. И отдельно из них же что-то изготовлять. Дудочки или что-то там. Или калам. Но калам лучше, конечно, как раз брать вот такую зеленую. Потому что она когда высушивается, она такая более тверда. А это сухие. Они такие хрупкие-хрупкие. Поэтому намучить их очень будет одни страдания. Вот. Чистить лучше, конечно, ножом. И вот, как говорится, от кончика тут в противоположную сторону. Как видите, почистил, помучался. А уже половина сегментов... Ну вот. Вот кривизна идет дуга. Это уже не нужно. Уже срезаем. То есть, уже на месте много брака получается. Так что это дело такое. Сам сбор его. Это кропотливая тема. Вот сколько я насобирал. С той кучей всего лишь осталось. Вот. Какая-то пригоршня, так скажем. И я еще уверен, что здесь большая часть отбракуется. Поэтому, наверное, я еще насобираю. Нарежу. Что ж, пожалуй, достаточно. А сам процесс изготовления уже смотрите в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok